Добрый день, уважаемые коллеги! Можно огонечки, если меня видно-слышно, чтобы чат не нагружать? Всё, вижу. Спасибо огромное, ничего себе! Огонь! Спасибо огромное! Итак, начнём сегодня наш вебинар. Достаточно тема сейчас актуальная, в связи особенно с тем, что у нас в ГОСы, школьного образования и СПО изменились, и введены новые компетенции. Но срез в моей группе показал, что всё-таки у нас дошкольных педагогов больше, поэтому я начинаю, как всегда, именно с дошкольного образования. Но для тех, кто сегодня первый раз присутствует на вебинаре и кого нет в наших сообществах, хотя сегодня по чату уже бегло пробежала, посмотрела, что очень много коллег, которые присутствуют в сообществе, финансовая грамотность педагогов и родителей. Поэтому для вас нет нового, но несколько слайдов вводных для тех, кто к нам впервые присоединился на вебинаре. Кратко о себе. Не очень люблю рассказывать, здесь всё указано. Приходите в группу, читайте посты знакомства. Единственное, что скажу, что у меня больше 20 лет стажа именно преподавателя вуза, плюс практическая работа в финансовой сфере, в экономической сфере. К финансовой грамотности пришла, ну, как бы осознанно уже где-то поздно. Ну, если говорить о моём опыте преподавания, то, ну, наверное, вот с защитой диссертации, потому что у меня была группа в одном из вузов в Санкт-Петербурге, где я работала и защищалась в то время, вот технари в прямом смысле, и им поставили, это был технический вуз, им поставили финансовый менеджмент, и на что мне на первой лекции сразу сказали, а зачем он нам нужен, когда выяснили, что они всё-таки администраторы и технические работники. И вот тогда, наверное, это был первый шаг в финансовую грамотность, когда мы изучали финансовый менеджмент с точки зрения вот личного, да, чтобы вовлечь студентов с точки зрения личных финансов. Но с тех пор прошло очень много времени, и у нас появилась, наконец-таки, да, компетенция по финансовой грамотности и в высших учебных заведениях. Почему? Потому что финансовое образование, экономическое образование, оно не подразумевает изучение именно личных финансов. Поэтому мы с вами говорим о том, что нам важна личная финансовая грамотность каждого гражданина. Не буду о себе. Давайте сразу с нормативных документов кратко. Этот перечень уже не новый, я его практически в каждой презентации ставлю, в каждом вебинаре. Поэтому на что мы сегодня из этого перечня обратим внимание, потому что нас интересуют сейчас учебно-методические комплексы по финансовой грамотности. В первую очередь, конечно же, на стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая была принята в 2017 году и будет работать до 2023 года. Но правительство обратило внимание на финансовую грамотность, я уже говорила, не в 2017 году. У нас с вами есть программа, содействуя повышению финансовой грамотности, которая работает на федеральном уровне с 2011 года. До этого были пилотные проекты по финансовой грамотности, различные регионы к ним подключались. Я думаю, что вы все в курсе. И в рамках вот этих программ уже создано огромное количество учебно-методических рекомендаций. Проект содействия повышению финансовой грамотности завершил свою работу, а мы продолжаем сейчас работу в рамках стратегии повышения финансовой грамотности. И сейчас очень много организаций, как коммерческих, так и некоммерческих, подключены к этой теме. Сегодня попытаемся разобраться, какие же учебно-методические комплексы у нас есть по этой тематике. Но давайте с вами, как всегда, начнем с определения финансовой грамотности. Вот, ну, буквально там полминутки. Скажите, я это определение беру из стратегии повышения финансовой грамотности. Вот если прямо вот так его прочитать, оно всем понятно, огонечками просто мне сверкните, если вам понятно. Но я думаю, да, спасибо. Да, если мы его читаем как преподаватели, я думаю, что нам понятно. Но давайте его разложим просто на части и посмотрим, то есть к чему мы должны стремиться, прежде чем начать изучать учебно-методические комплексы. Нам важно понять, для чего мы собираемся обучать детей финансовой грамотности. Я бы вот с последнего, да, то есть для достижения финансового благосостояния здесь бы в целом каждого человека, каждой семьи и общества в итоге в целом. То есть это конечный итог вообще программы развития финансовой грамотности любого государства. Это не только наше государство. Вы помните на прошлом вебинаре, я уже рассказывала не раз и на предыдущих, что у нас есть международная организация экономического развития и сотрудничества, которая занимается именно финансовым образованием, основами финансового образования. А вы, как преподаватели, особенно школьные учителя, старшеклассников, да, то есть 8-9 класс, сталкиваетесь с оценкой качества образования по стандартам ПИЗа. Я думаю, вы с этим знакомы. Вот очень актуальна функциональная грамотность. Так вот, финансовая грамотность – это не экономическое образование. Финансовая грамотность – это образование бытовое, да, бытовое умение принимать финансовые решения, умение оценивать эти финансовые решения. И в итоге для чего? Для того, чтобы сохранить свое или приумножить свое финансовое благосостояние. Поэтому вот с этой точки зрения мы рассматриваем. И спускаемся теперь, как мы это делаем, да, при помощи образования, то есть знания, умения и поведенческие модели, если разложим вот эту нашу финансовую грамотность, определение на таком уровне. То есть финансово грамотный человек, прежде всего, конечно, знает, обладает знаниями, да, по финансовой грамотности в рамках, ну, таких бытовых решений, то есть опустимся до бытовых решений, мы с вами живем, мы каждый день тратим деньги, да, то есть мы получаем, тратим деньги. То есть у нас есть доходы, есть расходы, есть какой-то свой бюджет, личный бюджет, есть семейный бюджет, если мы семейные. Мы живем в государстве, а значит, мы должны платить налоги, и плюс мы живем сейчас уже в цифровой системе, а значит, у нас должна быть цифровая финансовая грамотность, то есть мы должны уметь пользоваться банковскими продуктами. В каком плане? Ну, в том плане, что у нас практически, наверное, у каждого есть уже смартфоны, а в смартфонах у нас что есть? И банки, и госуслуги. То есть мы практически сейчас в одном гаджете носим все финансовые услуги в кармане, да, то есть нам достаточно телефона, чтобы принять какие-то финансовые решения, вплоть до того, чтобы получить кредит, да, дать согласование на кредит. Это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, достаточно опасно. Вот именно с этих позиций мы подходим к процессу обучения, ну, прежде всего, да, прежде всего себя, а дальше уже детей. То есть мы должны заинтересовать детей. И немножко о статистике. Если мы говорим о измерении финансовой грамотности, то на международном уровне разработан показатель индекс финансовой грамотности, который включает умения, знания, умения и навыки, ну, владения финансовой информацией. И вот с навыками, да, у нас немножко хромает с точки зрения, и если исследование ПИЗа брать, вот по 2018 году, то есть именно применение на практике наших знаний и навыков работы с информацией, применение текущих решений. Поэтому финансовая грамотность контролируется на уровне именно индекса финансовой грамотности. Но, тем не менее, вы видите динамику. Это я взяла из последнего исследования финансовой грамотности, третьего этапа Банка России, ссылочка активная. Смотрите, у нас достаточно к 2020 году, уже за 2020 год, выросла доля людей, которые понимают, что необходимо формировать подушку финансовой безопасности. То есть тот необходимый минимум, а рекомендации по этому минимуму хотя бы на три месяца, чтобы хватало вам денег из этой подушки, так называемой финансовой безопасности, чтобы подстраховать себя в различных таких ситуациях, например, потеря работы, либо какая-то болезнь и так далее. То есть в непредвиденных каких-то ситуациях этих доходов должно хватать, а лучше, если минимум на год. А еще лучше, если мы создаем сразу финансовый капитал и чувствуем себя финансово свободными вообще от любых ситуаций. Я не имею в виду в плане здоровья, я имею в виду в плане каких-то финансовых непредвиденных ситуаций, как, например, пандемия, которая случилась в прошлом году. Поэтому в данном случае мы видим, что у нас программа, которая работает, и программа содействия финансовой грамотности в каждом регионе у нас есть, и мы сейчас будем говорить о федеральных методических центрах, о региональных методических центрах. У нас ситуация улучшается. И давайте к нашей непосредственной теме сегодня вебинара, чтобы мы успели с вами сделать весь обзор. Я набросала такой небольшой алгоритм, то есть финансовая грамотность в образовательном процессе. Что мы под этим понимаем, из чего мы вообще начинаем ее внедрять? Ну, я всегда говорю, что начинаем с себя, то есть прежде всего свое самообразование. Можно проверить. Мы на прошлом вебинаре говорили о диагностике финансовых компетенций педагогов. То есть прежде всего себя можно пройти. Есть сайт, я думаю, что если вы в группу ко мне придете, там презентации все выложены, найдете. И мы об этом будем говорить еще в следующих темах. Но прежде всего мы повышаем свою компетентность. А дальше для того, чтобы внедрить с точки зрения уже как педагога в образовательную программу, что мы должны изучать? Начинаем изучать с нормативных актов. Список у вас есть. Если мы говорим о педагогах дошкольного образования, то есть детские сады, то мы говорим о том, что изучаем сначала методические рекомендации Министерства просвещения, изучаем методические рекомендации институтов развития образования, региональных институтов развития образования. В каждом регионе есть эти институты, есть кафедры, есть изданные методические рекомендации. И изучаем рекомендации федеральных методических центров. То есть базу изучаем, что у нас есть из нормативных актов. Дальше мы изучаем, какие уже есть разработанные учебно-методические комплексы. А под учебно-методическим комплексом мы что понимаем? Что есть рабочая программа, примерная рабочая программа, есть методические рекомендации для преподавателей или даже сценарий уроков, и есть разработанные рабочие тетради, есть учебные пособия. То есть такой комплекс. Именно не просто отдельное какое-то пособие учебное, а именно комплекс, по которому вы можете взять и идти работать с детьми уже полностью по расписанным сценариям. Кроме этого, потом мы изучаем учебный план своей образовательной организации, смотрим, как мы можем встроить. То есть мы будем встраивать отдельным курсом, это будет внеурочное, либо мы встраиваем в отдельные дисциплины. А если мы говорим о в ГОСах, то в ДО, мы помним, что в ГОСДО от 13-го года с изменениями от 19-го года нам ничего не говорит о финансовой грамотности, но есть методические рекомендации, которые рекомендуют, мы сейчас к ним перейдем, начать изучать финансовую грамотность именно с дошкольного возраста, то есть 5-7 лет. Но я знаю, что и у меня в группе, вот финансовая грамотность, сброшу вас, приглашаю всех, кто еще не в группе, присоединится. Мы часто общаемся с коллегами, пусть не в комментариях, но в личных сообщениях группы, о том, что есть потребность изучать финансовую грамотность даже раньше. Почему? Потому что дети, в принципе, социализируются, начинают социализироваться с семьи, приходят в садик с 3-х лет, ну такой, я не беру сейчас ясли, и у них уже есть какие-то представления о социальной жизни, они прекрасно понимают, что игрушки им покупают за какие-то деньги, бумажки, либо что деньги получают там мама, они еще, может быть, не вникают, что их нужно заработать, но знают, что есть такой волшебный банкомат, или там в смартфоне можно кнопочки нажать и получить что-то желаемое. Поэтому дети уже, они в курсе, вот что такое деньги, но это еще не финансовая грамотность. Поэтому мы вернемся к нашему алгоритму, то есть вот изучаем и смотрим, в каком объеме мы будем, то есть если это старшие группы и подготовительные группы, в каком объеме, я говорю сейчас за дошкольное учреждение, будем изучать темы финансовой грамотности и подстраиваем тогда уже разработанные УМК, если они есть, сочетаем с нашим планом, плюс смотрим обязательно на рекомендацию региональных часов, можем ли мы взять еще эти часы и встроить такой региональный аспект, потому что исторические аспекты той же финансовой грамотности во многих регионах очень интересно обыгрываются. Программ очень много тоже интересных, разработанных коллегами за эти годы. Ну и берем уже непосредственно, разрабатываем учебную программу курса или кружка, то есть если это будет внеаудиторная работа, и, конечно, пробируем, дорабатываем программу по финансовой грамотности уже на практике. Ну это я так набросала, небольшой алгоритм, как мы вообще должны структурировать свои шаги, то есть к чему мы идем. Кроме этого, естественно, всегда мы задаем вопрос, зачем, то есть в первую очередь, зачем мы будем обучать детей финансовой грамотности, что мы хотим получить от этого обучения, то есть какие результаты, то есть идем от результата, и уже потом выбираем, как мы будем обучать детей финансовой грамотности и подстраиваем именно под возраст. И я думаю, коллеги, здесь, ну не надо бояться вот этого названия финансовая грамотность. Вы этому обучали детей и до появления этого термина, то есть мы сейчас по программе пройдем, и я думаю, что всем будет понятно, чему мы обучали детей и до этого, и труду, и что такое труд, и что такое профессии, и что такое бедность, и жадность, и так далее. То есть это все уже есть в принципе в дошкольных программах организации, просто немного как бы с точки зрения именно экономического воспитания это нужно рассматривать. Итак, давайте теперь по непосредственно для дошкольных образовательных учреждений. Я здесь ссылку еще раз продублировала, в нормативных актах этот тоже есть метод рекомендации. В 2019 году Министерство просвещения разработало для педагогических работников именно дошкольного образования метод рекомендации в части экономического воспитания дошкольников, причем они построены таким образом, что там идет и соответствие в ГОС полностью расписано, если вы вот по этой ссылке пройдете, вы увидите. И плюс идет анализ опыта уже до 2019 года, какие программы экономического развития детей уже существуют. И там же вот смотрите, на странице 52-57 прям огромный перечень литературы, информационных ресурсов для воспитателей, и на странице 58 список реализуемых программ. Я не стала их сюда выносить, мы сейчас рассмотрим только некоторые программы, наиболее широко используемые. Ну и как бы с моего субъективного мнения, кроме рекомендаций Минпросвещения, которые очень хорошо заходят детям, ну вот я общаюсь с коллегами, они делятся опытом, кто какие программы реализует, вот с этих позиций. Итак, смотрите, первую программу, которую рекомендует методически, ну, Министерство просвещения, скажем так, это программа Азы финансовой культуры для дошкольников, которая издана в издательстве Витапресс, причем там несколько было переизданий, ну вот одно из последних, в 2019 году. Ссылочка рабочая, вы переходите к этой программе, и программа, смотрите, в отличие от многих программ, которые говорят о том, что нужно ознакомить детей с темы денег, все-таки я тоже соглашусь здесь с авторами этой программы, что нужно ознакомить детей с понятия труд. То есть именно, ну, такие как бы прививаем основы экономического такого образования детям, что прежде всего труд, а уже потом, да, в процессе труда мы получаем деньги. И неважно, будет это наемный труд, либо это будет труд на себя, да, ну, в качестве предпринимателя, в любом случае, в основе вообще появления денег, да, это труд. Но вспоминайте, то есть даже если мы возьмем древних людей, то что у нас послужило эволюцией, то, что человек стал трудиться, изобрел орудия труда, ну, и в итоге при помощи орудий труда, орудий охоты, да, там, дальше уже стало развиваться земледелие, мы стали, ну, история людей, да, то есть мы стали больше добывать ресурсов, то есть пропитание, а значит стала увеличиваться численность людей. То есть и в итоге потом сначала появились, что если исторически, возьмем вот вторая тема, что такое деньги, откуда они взялись, то есть исторически мы показываем процесс появления денег, здесь в любом случае лучше какое-то занятие с этой позиции обыграть, как они появились, что сначала просто был бартер, обмен, дальше появились, это было очень неудобно, появились сначала какие железные деньги, монеты, и дальше уже у нас исторически складывается ситуация, что у нас деньги бумажные, кроме металлических, из драгоценных потом металлов, да, приравнивали с драгоценным металлом, когда появились бумажные деньги, а сейчас у нас 2022 года Центробанк будет какие деньги выпускать, кто знает, какой рубль у нас появится в 2022 году, ну, не буду вас томить, да, цифровой рубль, уже есть концепция развития цифрового рубля, как это будет происходить, и что цифровой рубль будет обладать функциями и наличных, и безналичных, то есть сейчас мы что, безналично, не можем расплатиться, карточка, если не работает там интернет или связь, да, а вот именно функция цифрового рубля будет заключаться в том, что мы можем без интернета им тоже расплачиваться. тема покупаем, продаем, обмениваем, кроме этого потребности, да, то есть тратим разумно, сберегаем, знакомимся с основами, да, что такое кредит, и как его тяжело отдавать, вот пятая тема, планируем, и тема «Богатство и обидность», здесь больше такой психологический, нравственный аспект, в любом случае у нас очень много разных вариантов знакомить детей с этими темами, но вот эта программа мне очень нравится с точки, с позиции вот самой структуры, она представлена, ну, порядка там 12 пособий, вот она сама программа, метод рекомендаций для педагогов, а дальше идут различные пособия, такие, как читаем и обсуждаем, книжки-раскраски, несколько вот по разным темам, по разным сказкам, да, то есть обсуждения, рассуждаем и решаем, то есть мы знаем, что уже у нас счет, в любом случае в детском саду основы математики есть, играем, театральные постановки, мини-спектакли, просто разговоры с детьми, о финансах, здесь можно это для родителей тоже использовать, и рабочие тетради для разных возрастов, то есть 5-6 и 6-7 лет, как рекомендует Министерство просвещения. То есть вот эта программа, она готова, пособия, конечно, не бесплатные, стоимость, ну, я так примерно прикинула, вы зайдете по ссылке, сами определите, но я думаю, что где-то в районе 2,5-3 тысяч там по стоимости, если всех пособий. Программа отлично. Кроме этого, для дошкольных учреждений разработана примерная парциально образовательная программа Банка России, и у Банка России есть несколько образовательных проектов по финансовой грамотности. Один из проектов, вот здесь ссылочка на сайт финансовая культура, причем там не только для педагогических работников, в дошкольных, там для всех категорий педагогических работников учебные пособия есть. Я сейчас говорю о дошкольном образовании, то есть там вы можете скачать и саму программу, которая включает в себя темы, тоже предусмотренные метод-рекомендациями Министерства просвещения, но немножко в другой интерпретации, то есть в этой программе детей знакомят, ну это же Банк все-таки России. Здесь красочный, вот посмотрите, третий сборник, это раздаточные демонстрационные материалы, их можно скачать, ну показывать через проектор, а можно в принципе через цветной принтер, если распечатать, будет очень неплохое раздаточное пособие. Я думаю, что с этой программой многие знакомы, потому что Банк России очень широко ее освещал уже несколько лет эту программу, ну тоже где-то с 2019 года эта программа работает в дошкольных образовательных учреждениях, поэтому вы можете пройти по этой ссылочке и там на каждый сборник скачать, там есть свои ссылки, их можно скачать и сохранить, кто еще не знаком с этой программой. Мне она очень нравится, здесь и основы рекламы, уже знакомим детей, и с позиции тоже истории денег, видов денег, здесь хорошие красочные раздаточные пособия и монет, и банкнот, то есть дети знакомятся напрямую уже с деньгами. Здесь мы говорим о профессиях, тоже красочная раздатка по поводу профессий и знакомятся с понятиями займа, кредита, тоже здесь это все есть. Кроме этого, в метод-рекомендациях Министерства просвещения есть еще такая программа, рекомендация программы Академии финансов, разработка коллег из детского сада Новокузнецкого городского округа, отличная программа, здесь на самом сайте детского МДО расположена эта программа, есть такой диагностический альбом, то есть оценочные материалы можно использовать как входящую диагностику, так и потом выходящую диагностику. Кроме этого, наглядно-дидактическое пособие, есть ряд пособий для работы с родителями, не упускаем этот момент, потому что и в ГосДО нам говорит о том, что мы должны работать совместно с родителями, особенно по теме финансовой грамотности, потому что она затрагивает разные области деятельности детей, и познавательную, и социализацию, и вплоть до физического развития можно различные игры придумать, но в любом случае мы опираемся на семью. И коллеги разработали ряд анкет для родителей, для проведения собраний, то есть можете познакомиться, кто еще не знаком. В принципе, вот эти все программы мы обсуждали с коллегами даже в нашей группе. И еще одна такая программа, которая мне очень нравится, и я бы ее рекомендовала использовать все-таки в подготовительной, хотя здесь говорится 5-7 лет, но мне больше видится, то есть я смотрела эту программу, что 6-7 лет, да, и даже, может быть, младшие начальные классы тоже хорошо она зайдет. Посмотрите, пожалуйста, здесь эта программа расположена, разработана, во-первых, в рамках фонда Сбербанка, он тоже занимается направлением финансовой грамотности детей, фонд называется «Вклад в будущее». Можно эту программу скачать с сайта, там как бы по дням она, но я думаю, что здесь можно, если вы будете пользоваться ей как УМК, то вы можете ее просто встраивать как различные мероприятия в дошкольную организацию. Что в этой программе? В этой программе у нас с вами основное, она рассчитана на детей 5-7 лет, и какие темы она рассматривает. Здесь тема уже «Деньги», почему я ее рекомендую более старшим. И тема «Личные финансовые планы», «Кредит» проходит как основное. То есть можно ее просто часть какую-то использовать как «История денег», там интересная карта путешествия по странам, как появлялись деньги, как они развивались. Это можно, в принципе, там и для детей 5-6 лет. Но вот тема уже «Личный финансовый план», она больше относится к начальной школе, то есть когда ребенок получает карманные деньги. То есть когда он начинает планировать, когда он понимает, что у него появляются собственные деньги. И поэтому вот именно с этого возраста ребенок задумывается, ну, сначала, конечно, не задумывается, да, спускает все на какие-то там сладости или, я не знаю, много всяких сейчас развлечений, забыла, как называются эти резиновые всякие штуки, которые в магнитах там или в пятерочках, то есть целая эпидемия у детей первоклассников, там второклассников. Вот. И вот здесь, вот почему я рекомендую эту программу даже для младших классов, что в ней очень хорошо показана именно тема финансовое планирование, личное финансовое планирование, то есть как считать доходы, расходы, как ставить финансовую цель. То есть, ну, вот такой краткий обзор программ для дошкольного, кроме образования. Кроме этого, смотрите, вот мне еще нравится программа коллег Азбука финансов. Так. Это детский сад номер 3 Николовского района, да, то есть муниципальное дошкольное образовательное учреждение. Может быть, здесь даже кто-то из коллег присутствует из этого детского садика. Здесь тоже на сайте заходите, очень интересно разложена программа, и здесь такое вот детско-родительское сообщество, работая, коллеги работают именно совместно с родителями. Видите, у них есть родительская академия, да, и детско-родительский адаптационный клуб, и вот эта программа, она как бы так мягко встроена во взаимодействие именно с родителями, потому что, ну, дошкольное образовательное учреждение в любом случае должно взаимодействовать с родителями, ну, вот в рамках, допустим, там тех же родительских собраний, просто посмотреть, как их интересно проводить, чтобы вовлечь родителей. Почему? Потому что, ну, дети подрастают, пусть в детском саду, ну, я сомневаюсь, есть, конечно, процент детей, которые в детском саду уже есть свои деньги, почему я говорю об этом так смело, потому что даже в нашем гражданском кодексе детям разрешено с шести лет совершать мелкие бытовые покупки, а детский сад у нас, да, то есть шесть-семь лет, это подготовительная группа, поэтому дети знакомятся с карманными деньгами, ну, или делая там покупки совместно с родителями, уже в этом возрасте, я думаю, они начинают понимать более глубоко, что такое деньги, и, конечно, вот вопросы, здесь встают вопросы магазина, покупок, обменов, работы, если мы говорим о деньгах, то уже вопросы какой-то финансовой безопасности, то есть как пользоваться наличными деньгами, плюсы-минусы, как пользоваться безналичными деньгами, потому что некоторые банки, ну, например, Сбербанк и Тинькофф Банк, ну, насколько я знаю, вот по возрасту открывают, можно открыть карты, привязанные к родительским счетам с шести лет в этих банках, и можно уже пользоваться приложением, мобильным приложением, сами дети могут пользоваться, интересное приложение и у Сбербанка, Сберкидс, я думаю, вы знаете, и у Тинькофф Банка к карте Джуниор тоже интересное приложение есть, и там можно, даже родители дают задания, поэтому я и говорю, что здесь вот этот процесс финансовой грамотности в отрыве от семьи, ну, ни в коем случае он не изучается, почему? Потому что мы сколько угодно долго можем рассказывать детям о том, как планировать, как свои карманные деньги, как ставить финансовые цели, как считать бюджеты, но если на практике дети не могут это делать, это очень сложно, да, то есть мы знаем, что у нас обучение через практику. И вот в старшем возрасте в детском саду мы это можем через игру, в начальной школе тоже можно попробовать через игру, через такие какие-то виртуальные деньги, номинальные деньги, раздатывающий материал, да, навыки какие-то это можно, но вот сам навык управления своими финансами ребенок начинает получать только имея реальные карманные деньги, вот когда он начинает набивать свои шишки. Поэтому здесь нужно работать с родителями, потому что я знаю, что многие семьи против того, чтобы давать карманные деньги, тем более, ну, если учесть уровень сейчас финансового, как бы, обеспечения, да, ну, россиян, скажем так, то многие просто не видят смысла, зачем ребенку давать, мы ему все покупаем, то здесь нужны разговоры с родителями, может быть, там, я не знаю, многие сейчас организации образовательные ушли в Инстаграм, в ВК, там, в Фейсбуке в меньшее, но в Фейсбуке тоже есть, вот создают такие сообщества, я думаю, не мне вам рассказывать, вы все с этим работаете, когда вы выходите к родителям в каких-то социальных сетях, не все организации это делают, но готовясь к вебинару, я, ну, так, пролистала Инстаграм, вы знаете, достаточно, ну, прямо удивилась, очень много детских садов в Инстаграме имеют свои группы, ну, вот, российских детских садов, очень много школ, ну, у меня сейчас вот дочка во втором классе, школа тоже имеет свой аккаунт в Инстаграме, поэтому я думаю, что здесь, как бы, ну, во-первых, и наше с вами образование, то есть, продвижение в соцсетях, те, кто ведут эти аккаунты, не лишнее, плюс все-таки это общение с родителями, это более такое общение, ну, скажем так, образовательное, да, то есть, в этих аккаунтах можно вывешивать образовательные материалы для родителей по финансовой грамотности в том числе. Коллеги, дошкольные педагоги, если есть вопросы, я вот обзор ОМК по дошкольным закончила, продолжим в группе, приглашаю всех в свой проект, в свою группу, это просто, ну, такой мой порыв души, организовала группу, ну, как волонтер финансовой грамотности, то есть, там просто я вывешиваю материалы, те, кто у меня уже там есть, я думаю, знают, актуальные все анонсы всех мероприятий по финансовой грамотности, абсолютно всех, да, то есть, я независимо, я не принадлежу никакой конкретной там организации, поэтому у меня такой независимый обзор, ну, иногда даю какой-то методический обзор каких-то материалов. Если есть вопросы, я буду ждать в чате, а я пока продолжу, и еще у меня к вам есть пожелание к следующему вебинару, хотела спросить ваше мнение, вебинар на 23 ноября запланирован по финансовой грамотности, набросайте, пожалуйста, мысли, какие вебинары вам интересно в будущем еще послушать, на какие темы, если есть пожелания, я с удовольствием прочитаю, я чат потом в конце еще внимательно изучу, либо во вкладку вопроса, либо можете прямо в чат писать. Итак, ну, чуть-чуть подытожим, да, по финансовой грамотности, УМК по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях, чему учим? то есть итог, деньги должны, дети должны понять, что в результате труда мы создаем какой-то продукт и в итоге за это получаем деньги. И говоря о нравственных отношениях, то мы еще говорим о том, что нужно развивать, прививать уважение к труду, к любому, к любой профессии, бережливое отношение к вещам, что сейчас не так уж не у всех, да, у детей, то есть им вот, ну, как бы, через образовательные такие мероприятия, игры, сказки и так далее нужно это прививать. И бережливое отношение к деньгам, ну, и, соответственно, понятие жадности, щедрости, богатства, бедности, то есть здесь такие, ну, скажем так, даже глубоко философские понятия. Вот с этим работаем в дошкольном учреждении. А сейчас давайте посмотрим по школьной программе. У нас в мае, да, приняты, утверждены в ГОС всех уровней школьного образования, то есть начальная школа, средняя школа, поэтому я здесь в первую очередь ставлю, что мы ориентируемся на ВГОС, в ГОС школьного образования всех уровней теперь финансовая грамотность внедрена, но как она включена? В рамках отдельных предметов. Да, давайте с вами вспомним, если мы говорим о начальном и основном общем образовании, то включена отдельно в математику, технологию, в окружающий мир, общество, знания, географию, информатику. А если мы говорим о старших классах, то у нас есть еще отдельно, что экономика, есть общество знания. Если мы говорим о среднем профессиональном образовании, то есть об СПО, то у нас есть общая компетенция с формулировкой использовать знания по финансовой грамотности, да, и планировать уже какую предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. Я чуть забежала вперед для преподавателя СПО, потому что когда я срез в группе делала, у меня там группа не показатель, 25 человек всего лишь прошло опрос, но были желающие изучать и по одному там человеку из СПО преподавателей и из вузовской сферы. вузы тоже ориентируются на ВГОС 3++ и там тоже есть универсальная компетенция по экономическому развитию, в том числе финансовая грамотность. Но давайте сначала школа. Итак, какие ОМК у нас есть, на что мы ориентируемся? Еще раз говорю, то есть ВГОС наш самый первый источник, на что мы ориентируемся, а уже от него мы с вами идем. То есть как мы будем преподавать финансовую грамотность, включена ли она в нашу дисциплину. Если она не включена в нашу дисциплину, но вы помните, что у нас этот ВГОС, мы по нему будем детей принимать в следующем году, то есть учебный год 2022-2023 учебный год, там уже нужно будет полностью проработать программы. Но Министерство просвещения очень обещало создать какую-то уникальную программу подготовки педагогов, хотя сейчас по разным направлениям повышение квалификации педагогов тоже есть. То есть прежде чем обучать детей, нам нужно повысить свою финансовую грамотность. И есть различные программы повышения квалификации педагогов в центрах, в методических центрах, при методических центрах можно заявки оставлять. В этом году все методические центры уже на конференциях я присутствовала осенью, они сказали, что у них на этот год квоты, то есть на 2021 год квоты закрыты, то есть они уже использовали квоты, потому что преподаватели могут обучаться бесплатно, но в любом случае это оплату за курс выделяет бюджет, поэтому в рамках программ. поэтому можно подавать заявки сейчас вот, ну, например, в Федеральный методический центр Высшая школа экономики или в Российской академии народного хозяйства, либо у них непосредственно на сайтах ищите повышение квалификации подачу заявки, либо через ваши региональные министерства образования, либо через институты регионального развития, они тоже этим занимаются. и у Федерального методического центра при Российской академии народного хозяйства и Высшей школе экономики есть региональные еще методические центры, то здесь нужно смотреть на построение в регионе, то есть в любом случае, либо через ваше министерство образования региональное подавать централизованные заявки. И, кстати, на учебно-методические комплексы тоже можно подавать централизованные заявки, но вот я слушала конференция, региональная конференция у нас была в нашем крае, и Федеральный методический центр при Министерстве финансов, он создан при научном институте, финансовом институте при Минфине, не ФИ, они говорили, что нужно все-таки централизованно и для школ, и для СПО подавать заявки на учебно-методические комплексы. В электронном виде они в принципе доступны, мы сейчас о них поговорим, но если вы хотите в печатном виде, то здесь существует такая система, заявочная система. По крайней мере, многие школы отчитались, что уже обеспечены учебно-методическими комплексами, но я сомневаюсь, что у нас, хотя можете отписаться в чате, у кого есть уже, кто обеспечен учебно-методическими комплексами. Так, можно я минутку на чат отвлекусь. так, так, вот Наталья Луцак не до конца поняла, да, по чем по литературе, да, ОМК. Вот я сейчас буду вам рассказывать в основном о бесплатных, да, ОМК, которые можно с сайтов прям скачать или пользоваться на сайтах, это бесплатные варианты, а приобретать уже можно и есть утвержденный перечень учебников при Минпросвещении, я думаю, он в следующем году будет еще перерабатываться, добавят туда учебники, то есть в издательствах просвещения, в издательствах ВИТОПРЕС, я думаю, что учебники есть просто в различных интернет-магазинах, здесь уже зависит от того, как у вас организован будет этот процесс. Так, идем дальше. На базе чего вообще разработывались стандарты, то есть мы знаем, что у нас есть стратегия финансовой грамотности, была разработана дорожная карта финансовой грамотности и Минфином разработана Министерством финансов, очень много экспертов работали, разработана рамка финансовой компетентности взрослого населения и система или рамка финансовой компетентности для учащихся школьного возраста, то есть там 15-18 лет, то есть какими компетенциями финансовыми должны обладать взрослые и школьники. Вот эти рамки, они разработаны на базе международных стандартов, то есть ориентированы все-таки на стандарты организации экономического развития и сотрудничества, в которую входят порядка 20 стран, и вот эти стандарты, наша страна тоже сотрудничает с этой организацией и оценивает качество финансового образования именно школьников по финансовой грамотности в рамках функциональной финансовой грамотности. Вы знаете, что у нас в 2021-2022 году будет срез, я думаю, что учителя уже готовятся, срез по стандартам ПИЗа, но там основное внимание в этом году математической грамотности, функциональной, но в следующем году затронут все виды грамотности. В рамках, в предметной области, я думаю, что я почти каждый вебинар об этом говорю, то есть для школьников 15-18 лет к чему должны прийти, ну и как взрослое население, то есть вот эти направления, и практически все эти направления раскрываются, почему я об этом говорю, раскрываются в учебно-методических комплексах. Для школы на что ориентируемся? Ну и вообще, в принципе, все, я здесь просто еще раз дублирую, какие проекты вообще есть, которые работали в рамках стратегии развития финансовой грамотности, и программы содействия повышению финансовой грамотности. Банк России, вот он, два его портала, это портал финансовой культуры и дни финансовой грамотности. Дальше создана Ассоциация развития финансовой грамотности, АРФГ, я думаю, вы тоже знаете. Приходите в группу, у меня там очень много мероприятий от Ассоциации развития финансовой грамотности, и мы говорим, все время анонсы ВИШа, можете на сайт этой ассоциации зайти, можете там зарегистрироваться как финансовые волонтеры и пройти курс сначала самостоятельного обучения по финансовой грамотности и стать волонтером финансового просвещения. Кроме этого у нас, ну скажем так, произошел, не знаю, как это лучше назвать, в бизнесе это ребрендинг называется, ну, то есть у нас был портал «Ваши финансы», который работал в рамках проекта «Содействие повышения финансовой грамотности», но так как проект закончил свою работу, портал был преобразован в навигатор, персональный навигатор финансов и открылся под именем теперь «Мои финансы». Есть группа в Телеграме «Финансовый ЗОЖ», то есть и есть этого же портала. Это проект Минфина и курирует его научно-исследовательский финансовый институт при Минфине. Там есть центр финансовой грамотности, сделали они даже отдельную вкладку. Кроме этого, у нас есть проекты, к которым подключены Роспотребнадзор. Это проект «Хочу, могу, знаю», очень большой, огромный. Там тоже есть учебно-методические материалы для школьников и для дошкольников, ну, то есть как бы для разных направлений. Кроме этого, вот в рамках проекта «Содействие повышению финансовой грамотности» был, ну, и сейчас действует образовательный проект «ПАК». Очень много материалов разработано им за эти годы. И целые сериалы учебных фильмов для детей, и различные презентации, и различные игры, сценарии. Но пока, вот сейчас, знаете, такой переломный немножко момент. Один проект завершился, но мы переходим на дальнейший этап развития, поэтому некоторые проекты стали недоступны. Например, для дошкольного, для ДОУ была раньше программа очень интересная, экономика «Кота Белобока». Я думаю, что вы многие с ней знакомы. Она была в свободном доступе, разработана колледжем, Волгоградским колледжем. Сейчас, к сожалению, я эту программу не смогла найти в свободном доступе. Ну, она есть, как бы частично на сайтах детских, дошкольных образовательных учреждений. Но вот на портале «Мои финансы» этой программы пока нет. Вот здесь ссылка на портал «Мои финансы». Там есть раздел «Библиотека», и в рамках этой библиотеки есть образовательные материалы. Мы сейчас тоже обзор сделаем. Проекты ПАК сегодня не включила, но тоже можете зайти, поизучать. Вот, кстати, в проектах ПАК, пройдите по материалам, там очень интересные порталы по информатике, финансовая грамотность в информатике, финансовая грамотность в истории, финансовая грамотность в литературе. То есть очень интересные такие образовательные проекты. Целое сообщество есть тоже в «Контакте» образовательных проектов ПАК. Коллеги общаются, я тоже там состою. Очень интересные встречи. Опыт коллег очень такой значительный. То есть люди работают в этой теме очень давно и долго. И я здесь включила, я сейчас подключилась в этом году. Я в прошлом году просто влюбилась в этот проект. Это коммерческий проект. Над ним работали там порядка 40, даже больше специалистов. Образовательный проект «Финграмм». Он сейчас активно развивается. С этого года запускают три направления для дошкольников. И школьников там, для дошкольников это получается 6-7 лет. То есть подготовительная группа, можно подключиться. И для школьников получается 8-11 и 12-15. Я работаю сейчас вот как методолог именно над разработкой программы 12-15 лет, потому что там именно подключен уже предпринимательский такой проект. И для проектной деятельности 8-11 тоже работаю. Но давайте то, что доступно. Итак, курирует, да, основной куратор вот в этом направлении. Кроме Банка России, на сайте Банка России, вот финансовая культура, вы тоже найдете разделы. Сейчас здесь тоже будет ссылка. Но все-таки я бы хотела вас сначала отправить в Федеральный методический центр по финграмотности системы общего и среднего профессионального образования Высшей школы экономики. И вот я прям скрин сделала, да, когда вы заходите, есть такое вот, вот вы читаете, что такое национальная стратегия. Дальше вы переходите к методическим материалам по финграмотности. И вы видите, что здесь и для школ, и для СПО, и для детских домов, и школ, интернатов курс у нас есть. И там очень огромное количество материалов и опыта коллег накоплено. Так, немножко ускорить, да, у нас время немножечко поджимает. Но хотелось бы вот кратко обо всем рассказать. И вот я здесь как бы рекомендации вам скрин тоже сделала, тоже с этого же сайта. То есть, смотрите, есть базовые ОМК разработанные для вторых, четвертых, пятых, седьмых. Ну, то есть здесь не для первых классов. Для первых классов, смотрите, у нас там есть отдельные направления. У Банка России очень интересные пособия. Сейчас перейдем. Здесь начинаются со вторых и до одиннадцатых классов. Идем к порталу Банка России «Финансовая культура». Для начальной школы есть разработанный комплекс введения финансовую грамотность для первых, четвертых классов. Очень интересный проект. Вы его можете скачать. То есть все учебные пособия, метод, рекомендации, практикумы, рабочие тетради по классам. Все это доступно. Вот здесь ссылочка. Это активно. Я думаю, что вы можете скачать, познакомиться, кто еще не знаком. Дальше идет УМК по финансовой грамотности. Это отдельно тоже на этом же портале. Сборник математических задач для первых, одиннадцатых классов. Интересно. Здесь, ну, такие непростые задачи, но все идет по школьной программе. В соответствии с ГОСТ тоже все учтено. Кроме этого, у нас на портале группы компаний просвещения, да, то есть это учебники, прошел предварительную экспертизу и разработан и издан УМК по основам финансовой грамотности. Можете тоже познакомиться для десятого, это одиннадцатого класса, если кто-то есть из преподавателей. И сейчас на портале Мои финансы, видите, вот цветовая гамма этого портала, вот он, навигатор, так, я указочку сейчас возьму, вот навигатор Мои финансы, портала Мои финансы, вот в такой цветовой гамме теперь этот портал. Есть, вывесили недавно, вот по этой ссылке можете пройти и там потом перейти по ссылочке, скачать презентацию с активными ссылками на 249 сценариев для проведения уроков из электронной библиотеки Московской электронной школы. Ну, то есть, представляете, да, практически 250 сценариев уроков, тоже можно использовать. Идем дальше. У МК по финансовой грамотности тоже с портала Мои финансы. Это все то, что разработано в проекте содействия повышению финансовой грамотности. Есть вот такой портал, вы переходите на него, электронный учебник по финансовой грамотности, это сайт методической поддержки. Там вы регистрируетесь, то есть без регистрации он вас не пустит, там он предложит вам либо гостевой вход, либо зарегистрироваться. Вот когда вы перейдете по этой ссылке. И вы попадаете вот на перечень электронных учебных пособий. Здесь вот то, о чем я говорила, высшая школа экономики, она тоже ссылается именно на эти пособия. Вы можете их, конечно, из сайта высшей школы федерального методического центра скачать, но лучше вот перейти сюда в электронный такой доступ. И здесь в электронном доступе все открыть. То есть для вторых-третьих классов, посмотрите, пожалуйста, да, то есть разработано то, о чем я говорю, учебно-методический комплекс. То есть есть учебная программа, есть методические рекомендации для учителей, есть материалы для учащихся, вот видите, в двух частях, рабочие тетради и даже есть разработанный итоговый тест. То есть это вот такой полный комплект учебно-методический. Для четвертого класса у нас отдельно такой же комплект материалов. Для пятых-седьмых классов это общий комплект, видите, здесь пятый-шестой класс и пятый-седьмой класс. Отдельно есть итоговый тест для седьмого класса и итоговый тест для пятых-шестых классов. Это все на этом портале электронного учебника. Кроме этого, для восьмых-девятых классов разработан учебно-методический комплекс. Для десятых-одиннадцатых классов есть где разгуляться, как я говорю. То есть здесь, смотрите, по профилям. Общий образовательный профиль, юридический, математический и отдельно даже по модулям. Смотрите, можно предпринимательство, то есть собственный бизнес, финансовые риски, банки, пенсионное обеспечение, страхование, фондовый рынок. Все это, все эти УМК в свободном доступе. А вот как их заказать в школу, это нужно узнавать. Это то, о чем я говорила, в федеральных методических центрах. Да, Елена Пенькова, я рада. То есть программ действительно очень много. Я просто, ну вот моя такая миссия. Я хочу, чтобы вот учителя знали как можно больше, какой у них есть выбор сейчас программ. Смотрите, на портале Я-класс есть учебник для седьмых-девятых классов. Ну, это вот я открыла структуру. А есть еще для десятых-одиннадцатых классов. Вот они, ссылочки отдельные я здесь сделала. Они тоже активны, перейдете, посмотрите. И для среднего профессионального образования учебно-методический комплект тоже вот на том электронном портале. Но здесь ссылки я отдельные тоже размещаю. Точно так же учебная программа и материалы для учащихся, рабочая тетрадь и метод-рекомендации для преподавателя. И хотела затронуть вот два проекта, не могу пройти мимо. Они не бесплатные. Это коммерческие проекты дополнительного образования. Вот в одном из них я сейчас работаю методологом. Поэтому, но не только поэтому. Я вот в него влюбилась еще до того, как я в нем работала. У них был курс, который в прошлом году участвовал. Это вот этот интенсив 8-12 лет. Электронный курс, который участвовал в конкурсе Eat Crunch. Вот в прошлом году в конкурсе Eat Crunch я на нем познакомилась. Я с ним познакомилась. И просто влюбилась, что есть такие проекты для детей. Когда можно обучать детей финансовой грамотности вот в таком электронном курсе. Суть этого проекта, он работает, это blended формат, то есть смешанный формат. Когда дети работают очно с тренерами в группе, в детском центре. А онлайн они учатся на платформе самостоятельно. Ищут каждую тему. Сначала изучают на платформе, потом обыгрывают в детском центре. Причем здесь для тренеров полностью разработаны все методы рекомендации. Есть обучение, есть повышение квалификации, есть поддержка в чатах и так далее. Работает этот проект с детскими центрами. Можно отдельно по франшизе. А если для родителей, то можно подключаться пока вот онлайн-курс интенсив. Если кому-то интересно будет, можете пройти по ссылкам. Но вот руководитель проекта мне говорила, что если кто-то хочет там подключиться. У них сейчас уже больше, наверное, 13, я точно не знаю. Франшиз работает в разных городах России, и Москва, и Улан-Удэ уже подключены. Даже в наш край там Ессентуки есть. И в Казани даже два центра уже они открыли. То есть это дополнительные центры обучения детей. Ну вот один из таких немногих проектов, который, ну скажем так, не просто вот так рекламой себя продвигает. Но я заглядывала в сущность этого проекта. И часть проекта, над частью проекта даже работаю совместно с тренерами, смотрим отзывы детей, что-то изменяем, что-то дорабатываем. Мне очень этот проект нравится. Именно вот его позиция в этом проекте работает, сопровождает педагог-психолог, методологи сопровождают, методисты. То есть очень интересный проект. Рекомендую, если кто-то захочет открыть там свой центр, они работают со школами. Есть условия для школ. В школах можно как кружок финансовой грамотности. И можно отдельно с детскими садами, они тоже начинают работать, тоже можно внедрять в старшие группы в 6-7 лет, то есть подготовительные группы. И еще один проект, который тоже достаточно раскручен. Я думаю, что многие уже знают, на разных мероприятиях Национального центра финансовой грамотности присутствовали. Анна Деньгина, это ее фамилия, да, и вот они Деньгины. И они открыли семейный такой школу денег и в Инстаграме, и сейчас в Телеграм она перенесла. То есть у нее много курсов, очень интересная такая вот у нее позиция, ну как вот и в проекте Финграмм, создать такую образовательную среду. Это проекты платные. Мне тоже очень нравится, вот они сейчас, вот этот, смотрите, Homo Saxifu, это все рисунки, это все делали дети-подростки. То есть вот здесь запускают проекты, у Анны получилось создать такую детскую, действительно, школу, где сами дети учатся и обучают других детей финансовой грамотности. И учатся на этих проектах управлять финансами, ну не только личными, а уже запускать свой собственный бизнес. То есть вот этот курс запустили дети. Я, ну, просто в восторге. Почему? Потому что детям, подросткам нужна такая образовательная среда. Почему я вам так говорю? Так, не могу сейчас запустить демонстрацию экрана быстро. Так, показ экрана. Боюсь, что может слететь связь. Поэтому я просто делала срез фокус-группы детей по России. У меня там, ну, просила в своем сообществе, просила знакомых, коллег. Дети участвовали в опросе, в мини-таком опросе, какие темы по финансовой грамотности. И детей я брала в 10-15 лет. И срез был такой, что большинство, да, из 25 детей, вот такая фокус-группа, была 25 школьников. Из 25 детей, 20 детей интересуются, как заработать деньги. Это я говорю уже по своим собственным исследованиям. Я в группе вывешу исследования. Ну, и если присоединитесь сегодня к нашим группам, ну, можете тоже поучаствовать. Там эта анкетка будет. Еще сегодня подвешу. Мне просто интересно, ну, чуть-чуть, может быть, расширить географию, посмотреть. Но уже, в принципе, я могу делать вывод о том, что детям, особенно от 11 до 15 лет, очень интересна тема, как зарабатывать деньги. И они готовы учиться. Отвечали на вопросы. Они готовы учиться в смешанном формате. Им интересно. И им интересно учиться в тоже игры и игры с тренером. То есть не просто самостоятельно какие-то приложения, а именно игры с тренером. Коллеги, ну, вот как бы кратко я пыталась, да, кратенько попыталась рассказать, а какие УМК есть. Это еще не все. Их гораздо больше, этих УМК. Но я основные, которые, ну, прошли, скажем так, экспертизу в рамках проекта повышения финансовой грамотности. Я думаю, что и в этом году, и сейчас разрабатываются новые УМК, и Министерство просвещения работает в этом плане. Пытаюсь сейчас в чат быстро глянуть, что у нас есть. Давайте я сейчас сброшу, чтобы мы с вами не потерялись. Если вам интересна эта тема, интересна информация вот в рамках этой темы, потому что мы на вебинарах встречаемся раз в месяц примерно, то мне можете задавать вопросы. Присоединяйтесь к нашему проекту. Вот я две ссылочки в чат сбросила. Это группа ВКонтакте и группа в Фейсбуке. Так, я пытаюсь вопросы рассмотреть. Есть ли у нас вопросы? Коллеги, спасибо огромное за ваши отзывы. Очень нравится получать хорошие отзывы. Но я надеюсь, что я делюсь полезной информацией. То есть такой вот обзор. Спасибо всем огромное за отзывы. Так, ну я не вижу. Сейчас я гляну вот в вопросах две вкладки. Да, вот Наталья продублировала. Литературу ИУМК можно приобрести в интернете. Вот смотрите, вот эти, которые электронные учебные пособия, лучше через методические центры. Это я отвечаю Наталье Луцак. Лучше все-таки через федеральные методические центры, либо через ваши региональные министерства уточнять. Их можно заказать вообще бесплатно. А вот ту литературу, которую издательство Витапресс, ее можно приобрести. Там прямо есть вкладочки купить. Так, как можно получить активные ссылки на все проекты Ирина Шапира. Извините, если неправильно фамилию произнесла. А в принципе все ссылочки активные. То есть как только вы скачаете презентацию, я проверяла все ссылки, они работают. Если вдруг какие-то вопросы, ну приходите в группу. В группе у меня презентации я вывешиваю. Коллеги, есть еще вопросы? Вот не увидела от вас пожелания на наши будущие встречи. На какие темы? Давайте огоньками проголосуем. У меня есть два варианта на следующую встречу. Это интерактивные технологии. Вот можно пока не голосовать. Я сейчас обозначу. Первая тема – это интерактивные технологии. А вторая тема – это функциональная финансовая грамотность. Так, вот игры для дошкольников Татьяна предлагает. Так, организация пространственной среды. Ну это как раз вот да, в технологии. Вторая тема кто-то. Да-да-да, вот там. Кому-то я обещала, меня добавили в группу в Фейсбуке. Функциональная грамотность. Ну вот не добралась еще пост. Очень постараюсь написать. Интерактивные технологии. Даже магистерские диссертации пишут. Класс. Так, интерактивные технологии. Вторая – функциональная грамотность. Первая. Так, давайте голосуем. Первая или вторая. Ну, в любом случае, да, вот эти две темы до конца. То есть ноябрь и еще у нас в декабре один вебинар. Я думаю, что мы их озвучим. Так, первая и вторая. Хорошо. Так, я подведу тогда в чате итоги. Ну, может быть, еще в группе вывешу голосование. Так, давайте, чтобы не потерялись. Я вам еще раз приглашение в группы сброшу. Ну и будем на этом прощаться. Коллеги, спасибо огромное. Зарядили меня энергией. Я вас немножко зарядила обзором методических различных программ. Я думаю, что вы тоже можете поделиться своим опытом. Приходите в группы. Это группа, ну, больше такой, я говорю, что информационный такой обзорный проект. Запись вебинаров будет. Татьяна Викторовна сейчас вам все расскажет. На этом я с вами буду прощаться. Спасибо огромное за вашу энергетику. Жду вас в группах, если есть у кого-то какие-то вопросы. Всегда рада. И до новых встреч. Всего всем доброго. Главное здоровья и финансового, и физического. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»